Приветствую вас! Давайте разберёмся, значит, с тем, что вы написали. Итак, отношения с подругами испортились, причём, каждый поочерёдно. У меня чувство, что они как-то негативно ко мне настроены. Знак вопроса. Ага, слушайте, ну, для начала, по заголовку хочется сразу сказать, что непонятен, с чем вопрос, да? То есть, вроде бы вы задаёте вопрос свой, вроде бы вы его задаёте, да, но непонятно, к чему вопрос, собственно, обращён ваш, да? То есть, к чему или к кому обращён ваш вопрос. То есть, вы сомневаетесь, вы сомневаетесь в том, что, ну, ваши подруги, они относятся к вам, ну, вот, как-то. Да, то есть, вы сомневаетесь в том, что они относятся к вам негативно, вы сомневаетесь в этом или в чём? Ну, то есть, что, ну, что значит, что значит вы сомневаетесь, да, вот, ну, серьёзно, если вы чувствуете негатив, значит, он не негатив. Это очевидно, если вы его ощущаете, по крайней мере, ну, вот. Другое дело, с чем этот негатив, собственно, связан, ну, другое дело, с чем связан этот негатив. Это уже другой вопрос. То есть, как бы, тут нужно, на мой взгляд, именно исследовать природу, природу вашего, вот, ну, негатива, как раз таки, если вы его ощущаете. Вот. А так, в целом, пока не ясно. Вы пишите, что отношения с подругами вас испортились. А, в какого момента они вас испортились? То есть, у вас что-то, как вот, что-то, что-то произошло, что отношения испортились? Ну, с подругами, что-то случилось, что, опять же, отношения испортились с подругами. Или как? Ну, то есть, это вот, на мой взгляд, такие моменты, на которые, ну, которые нужно разобрать. Отношения, они просто так не портятся. Именно, вот, просто так отношения, да, они не портятся. Если это произошло, значит, ну, у этого, видимо, есть какие-то основания. Ну, то есть, словно говоря, есть какие-то, ну, предпосылки, скажем так. И, значит, эти предпосылки, в первую очередь, нужно разобрать, чтобы, чтобы понять вообще, чтобы понять, способны ли вы, можете ли вы, что-то сделать с ними. То есть, способны ли вы сделать так, допустим, ну, чтобы эти предпосылки там, больше, например, не влияли, скажем, на, ну, на ваше взаимоотношение с подругами. Вот. Если можете, то хорошо. Ну, в таком случае, ну, в таком случае, это можно скорректировать, да, то есть, ну, то есть, помочь вам можно будет. И все. И после этого уже вам будет легче. Если же вы не можете ничего сделать с предпосылками или, к примеру, если вы там, ну, если вы не хотите особо ничего делать с ними, да, то это, ну, другой момент, немножечко. Вот. Понимаете, какая штука. Так что, здесь, вот, пожалуйста, постарайтесь определиться с этими моментами. Но, так или иначе, нужно разобраться с чего, условно говоря, все началось. Дальше. Так, я прямо чувствую, что она пытается, как будто меня задеть или как достать вычесть. Сначала так было с одной, и потом еще к двум были такие эмоции. Так, я очень чувствую, как будто она пытается меня задеть. А для чего бы ей, собственно, вас вообще задевать? То есть, ну, зачем? Зачем ей вас задевать? Чтобы что? Какой ей в этом толк, что она потом получит? Да, это, наверное, первое. Второе, это то, как это лично вас задевает. То есть, ну, хорошо, допустим, допустим, добрая подруга пытается вас задеть. К примеру. Хорошо, она пытается вас задеть. Почему у нее получается вас задеть? То есть, вот именно, почему у нее получается вас задеть спасителем? Это, мне кажется, тоже то, что нужно преследовать. То есть, если она может вас задеть, значит, вы сами в чем-то себе не уверены. Вот, ну и, соответственно, с этим нужно работать, соответственно. С этим нужно работать, и это нужно исследовать. Вот. А как? Как по-другому, по-другому здесь? По-другому не получится. То есть, тут только вот такой аспект, соответственно, может быть. То есть, если ваша подруга вас задевает, вот, в той или иной степени, вот, то это нужно исследовать. Почему у нее получается это сделать? Дальше, то есть, что вам нужно поправить, поправить? Я очень интуитивно и хорошо чувствую негатив. Вы чувствительны к негативу, потому что, вероятно, ну, не очень уверены в себе. То есть, у вас нет четких, четкого представления о себе. Вы не можете опереться на себя, я так подозреваю, при взаимодействии с другими людьми. Вам нужно подтверждение от других людей, что, ну, что, например, с вами все хорошо, допустим. Вот. Я, по крайней мере, думаю так. То есть, вот, чувствительность к негативу, да, чувствительность к негативу. И если она имеет место быть, ну, она прорабатывается. Она прорабатывается и, собственно, делается так, что, значит, чтобы вам от этого не было ни холода, ни горячего. Осталось, кто-то что-то пытается и так далее. Там все равно все люди разные. Вот. И, может быть, она даже сама не замечает, что вы все делаете, а вы замечаете. И это создает излишнюю совершенно ненужную напряженность в ваших отношениях. Дальше. Как мне научиться не обращать на это внимание? Посмотреть, с чем связан негатив, посмотреть, что вас задевает и проработать это, раскрыть это и скорректировать свое поведение. Так, я расстраиваюсь, отношения портаны. Ну, вот, с причинами расстройства тоже желательно поработать. Чтобы вот, ну, чтобы вы понимали для себя, чтобы вы понимали, почему вы расстраиваетесь, что вас расстраивает конкретно. Вот, это все вполне возможно сделать. Другое дело, что, как бы, универсального решения здесь нет. То есть, нужно с вами общаться, нужно, в общем, консультироваться с вами. Так что, выбирайте психолога и начинайте работу. Ну, я полагаю так. Ну, в первую очередь, обратите внимание на то, какие чувства вызывают у вас действия подруги, подруг, действия подруг, и что хочется вам. То есть, какие чувства вы испытываете, обратите внимание именно на причины, на источники этих чувств. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.